Приветствую вас и, конечно же, ставить вопрос ребром здесь, наверное, неуместно, потому что тот факт, что мужчина вот столько времени уже живет, по сути, отдельно от вас и его все устраивает. При том, что у вас есть индивид, при том, что вы хорошо общаетесь, при том, что вы спокойно, как вы говорите. То есть все относительно в порядке, а мужчине, видимо, не нравится то, что было у него, когда он с вами был. И прежде чем ставить вопрос ребром, нужно подумать, а что могло опугнуть вашего мужа, что могло его напрягать, из-за чего он, собственно говоря, съехал. Действительно, если бы у него кто-то был на стороне, вряд ли бы у него с вами был секс. Значит, дело здесь не секс. Дело здесь скорее, ну, так пока только в общих чертах, но дело здесь скорее в элементах ответственности, которые мужчина чувствует на себе при совместном плице проживания с вами. И, по всей видимости, эта ответственность на него очень сильно давила. И он находился под ее грудью и решил, что имеет смысл передохнуть. А начав жить без вас, мужчина почувствовал, что такое, условно говоря, свободная жизнь, плюс секс, без обязательств с вами, ну и общение. То есть, в принципе, все, что было хорошего между вами, ну, изначально хорошего, осталось. А мужчина только всего лишь навсего избежал ответственности какого-то быта совместного, который ему, скорее всего, не нравился. И вот здесь нужно понимать, что, здесь нужно понимать, что, прежде чем ставить вопрос ребро, это вы всегда успеете, а можно действовать мудрее. Значит, сначала попробуйте с будем поговорить, вот вы этого не написали, но, тем не менее, попробуйте с будем поговорить, что его не устраивает. То есть, вот он говорит, чувства угасли, ну, хорошо, чувства угасли. Ну, ведь он здесь ехал, значит, как бы там не обстояло дело с чувствами, как бы там не было с чувствами, Мужчине было некомфортно с вами жить, потому что не стал бы он съезжать. Все-таки налаженный быт, привычная же площадь, все знакомое, это, знаете ли, дорогого стоит. А раз мужчина съехал, значит, он хотел этого, вопрос того, для чего. И вот разговор нужно начать именно с того, что его не устраивает. В жизни с вами. Это первое. Второе. Для того, чтобы мужчина сам, как-то вот, ну, оказался простимулированным на то, чтобы принять решение, вам нужно лечить его того, что он получает сейчас от вас, на данный момент. А это, соответственно, секс, общение и так далее. Понятно, что вы не можете запретить ему видеться с ребенком и, в принципе, общаться с ним тоже нужно продолжать. Но вот секс, думаю, стоит исключить. Чтобы показать мужчине, что если он уехал, значит, он, соответственно, поставил себя вне семьи, а раз он поставил себя вне семьи, значит, он чего-то себя лишил. И да, это определенный риск, но, тем не менее, это, наверное, не единственный способ в данном случае, чтобы, как это показать мужчине, что у вас тоже есть гордость, что у вас тоже есть самомнение, что у вас тоже есть самоуважение и самолюбие, что вы не позволите ему пользоваться собой. А именно так это пока и выглядит, что мужчина, правда, пользуется ванной. И это плохо. И вот когда вы так вот себя проявите, вот здесь вот мужчине не будет выбора, кроме как как-то отреагировать на это. И его реакция, она будет достаточно четкая и ясная. И она покажет вам на интуитивном уровне, что немаловажно, возможно ли у вас будущее с мужем или нет. То есть не нужно здесь ждать каких-то, ну, четких решений от него. Их, скорее всего, не будет. Ну, просто, опять же, потому что мужчине не выиграл. Он не хочет вас терять, он не хочет терять то, что там связано. И, соответственно, если бы он хотел бы отзвучить решение, он бы его уже давно отзвучил. А разуме эти могут тянуться действительно очень долго. И, собственно, вы будете на что-то надеяться стоять на месте. Ну, а мужчина в это время будет жить себе в свое удовольствие, что не является правильным и справедливым. После реакции, если реакция будет негативна, вы знаете, что сказать. Если реакция будет позитивна, то мужчина к вам вернется и вы будете вновь вместе. То есть, вот так вот вам нужно себя вести. Не обострять ситуацию, но и уметь защищать свои интересы, что в данном случае необходимо. Вот совершенно необходимо вам, ибо муж, очевидно, ваши интересы не защищает. Ну, а вы имеете право жить дальше. А он вас в этом праве ограничивает, кстати говоря, что не является хорошим. Ну, и, естественно, нужно провести анализ ваших отношений всех. Разобрать, какие могут быть проблемы, какие могут быть трудности. Обязательно предложить мужу самостоятельно обратиться к психологу, чтобы лучше понять, чего он хочет от вас, можете ли вы это ему дать, и оставить ли чувства у него к вам. Ну, то есть, вот такую вот работу предложить провести, чтобы как-то прийти к какому-то результату. Не обязательно вернуть его, не обязательно сохранить семью, но именно вот просто к какому-то результату прийти. Чтобы, если это был не положительный результат, то хотя бы отрешательный, потому что он тоже результат. Вот. Соответственно, если мужчина не хочет обращаться к психологу, нельзя хочет обращаться, хотя бы вот так, как вы, и, ну, тогда это означает только то, что он не настроен на то, чтобы реально решать проблему. А это значит, что ему ситуация выгодна, а это значит, что чувств у него к вам, скорее всего, нет. А это значит, что вам уже решать, готовы ли вы принять человека без чувств к вам. Здесь все зависит только от вас. От того, что вы считаете для себя приемлемым, от того, что вы считаете для себя правильным, от того, что вы считаете для себя возможным и прочим. Ну, а давать конкретный совет, относительно того, ставить ли вопрос ребром или нет, мы, психологи, к сожалению, не можем. Это нарушение профессиональной этики. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи, а также принятия верного решения относительно своих дальнейших действий. Действительно.